МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не только имеют некие корочки, представители молодежного парламента, но это люди, которые в действительности знают проблемы этой возрастной категории, готовы эти проблемы решать. У них есть реальные предложения, которые они могут формулировать и которые они выносят. У них есть ответственность. Одна из последних инициатив молодежного парламента – законопроект о возмещении расходов на продажу льготных абонементных билетов на проезд с железнодорожным транспортным общего пользования пригородного сообщения, который был принят законодательным собранием Пермского края в первом чтении. Они ее определили, что она есть, безусловно, отработали в каком-то варианте. И потом уже доработка шла совместно с депутатами законодательного собрания, с правительством Пермского края и так далее. Однако, как считает зампред Комитета по социальной политике Ольга Рогожникова, и в этом ее поддерживают коллеги ПЗС, пришло время качественного обновления системы молодежного парламентаризма. Это, допустим, круглый стол, который недавно прошел по обсуждению предложений, каким образом формируется не только молодежный парламент, но сейчас же есть еще и вторая составляющая. То есть на сегодняшний день этот вопрос рассматривается более широко. То есть это не только рассматривается молодежный парламент как таковой, а рассматривается молодежный резерв, то есть кадровый молодежный резерв. И я думаю, что вот в таком варианте этот проект даже интереснее. Что касается порядка формирования молодежного парламента, он изменен достаточно кардинально. Право отбора, не выборов, а право отбора в состав молодежного парламента предоставлено депутатам, которые избраны по одномандатным округам, и политическим фракциям, которые представлены у нас в законодательном собрании. Вместе с тем, в сегодняшний день молодежный парламент предлагается сформировать молодежный парламент краевой по итогам реализации проекта «Молодежный кадровый резерв Пермского края». Ключевым звеном станет специальный интернет-портал в рамках сайта молодежного парламента края. Любой желающий сможет разместить на нем свою анкету, указать свои достижения в общественной деятельности, после чего комиссия выборщиков из глав муниципальных образований депутатов, представителей политических объединений и общественности отберет лучшие анкеты и на их основе сформирует краевой кадровый резерв. Затем, впоследствии, из всего массива молодежных кадровых резервов муниципального уровня коллеги депутатов и фракции отберут уже молодежный кадрый резерв Пермского края в количестве ориентировочно 120-150 человек, из которого впоследствии и будет сформирован краевой молодежный парламент. Мы считаем, что такая система селекции, по сути дела, там три фильтра, позволит сформировать более профессиональный, можно сказать, молодежный парламент. Возрастной ценз повышен. Членами молодежного парламента могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Молодежный парламент будет вправе рассматривать любые законопроекты, а не только по молодежной политике. Считаем, что эта процедура сделает механизм формирования молодежного парламента более демократичным, открытым, потому что достаточно большая часть проекта будет реализовываться в сети интернет и будет публичной. Это первое. И второе, это соединение депутатам и фракциям предоставить возможность выявить полусторонников, тех, кто разделяет идеологию той или иной партии, либо готов работать вместе с депутатами территории. Главной задачей нового созыва молодежного парламента Вячеслав Бурков видит необходимость наконец-то определить стратегию молодежной политики. Ею системно никто не занимается, говорит он. До конца июля должен определиться пул активной молодежи, а до конца этого года будет сформирован новый состав краевого молодежного парламента. Лично я глубоко убежден в том, что действительно молодежный парламент – это социальный лифт, но, опять же, не автоматически, не безусловный. То есть, если ты попал в молодежный парламент, это не означает, что буквально завтра ты станешь чиновником краевого уровня или завтра тебя возьмут в работу в какую-то крупную компанию, в холдинг. Но если ты проявился в молодежном парламенте, если ты занимаешь активную жизненную позицию, то, безусловно, ты будешь замечен, ты будешь приглашен на работу, и опыт молодежного парламента и первого созыва ярко этому подтвержден.